привет ребят добро пожаловать на мой канал меня зовут марина и сегодня у меня будут домашние лайфхаки или хозяйственные лайфхаки и кому интересно это видео то конечно же девушки продолжайте смотреть и всем желаю приятного просмотра и первый лайфхак это от доктор бекман я думаю что все вы наверно такое видели слышали или что то есть такое наподобие это то средство которое практически чистит все ну даже если у вас на кроссовках зеленая трава на белой подошве кроссовки зеленая трава и так далее то вот она супер шикарно помогает для того чтобы наши вот эти вот белая скажем подошва была все-таки белой и это средство я использую для чистки не только каких-то белых тапочек летних которые мы должны уже запаковать и убрать шифонер также я использую для сумочек для белых летние сумочки с моей своей белой потому что она идеально хорошо все очищает потому что на сумочке также есть налет определенные серый налета джинс на налет то есть голубой серый здесь идет вот такая губка она сразу вот такая вот губочка в принципе можно использовать самую обычную губку если она у вас плохо-плохо берется вот этой вот губкой можно взять прямо щеточку и щеточкой все тереть и я вот показываю оно вот такое вот что ни на есть как будто какая-то паста и эта паста действительно хорошо все отбеливает или убирает знаете на что похоже оно похоже на физ я думаю многие знают такое средство это такое молочко очищающее и такое средство но много функциональное много сторонние везде можно его использовать мне но очень понравилось и чистить тоже отлично в принципе кто думает еще брать не брать возьмите попробуйте потестируйте как я сказала похоже очень на молочко которым да моют ванны второе средство которое наверное для дома такое может быть не хозяйственные лайфхаки но для дома это вот такая вот у меня палочка выручалочка с палочками это такой запах запах для дома я раньше брала запахи но они знаете какие-то я покупала видать дешевые и они так пахли в общем они не пахли когда я поставила дома вы знаете я сама не замечаю но мои дети приходят и говорят мама что-то испекла он с запахом ванилью и поэтому детям кажется что я что-то постоянно пеку я бы а когда находишься дома ты вроде привыкаешь к этому запаху и ты не чувствуешь этот запах а потом когда однажды я пришла домой и я чувствую думать что-то испекли и короче тогда до меня дошло а вот она где фишка в холодное время хочется все-таки какого-то запаха теплого печеного и так далее ну а все-таки потом уже ближе к лету буду менять запах и мне круто очень понравилось это вещичка айпио следующий лайфхак у меня это вот такой вот парфюм парфюм для одежды я уже говорила об таком парфюме для одежды и у меня он был зеленого цвета и я не помню с чем он там был конкретно запах чего был но этот парфюм я купила уже в розовом оттеночке скажем таки запахом немножко понежнее и мне он действительно круто понравился и купила пузырек уже чуть побольше если первый раз я тестировала то сейчас я с удовольствием покупаю такой парфюм я могу сказать что вот действительно одежда супер пахнет даже если это одежда например ваш муж работает на стройке или часто потеете то есть этот парфюм убивает такие вот запахи строительные или может быть вы работаете на такой работе где у вас специфический запах и вы не можете его никак вывести вот это вот средство идеально круто выводит мне на понравилось и как я сказала это мой второй уже флакон и прям он мне очень нравится и это сухой такие гранулы сухие и добавляются прям в барабан в грязное белье но в конце вы вытаскиваете белье просто просто пахнет суперская вещь и четвертый лайфхак именно я думаю что это хозяйственный лайфхак лайфхак это вот такой вот поднос из керамики и этот поднос я вообще планировала для свечей для чего-то такого чтобы может быть сюда так поставить оригинально чтобы смотрелось а ну вы знаете у нас всегда на столе стоит сахарница соль в общем и это мне меня всегда раздражает я всегда все это убираю в общем пока я его купила принесла начала туда свечи ставить свечи мои как-то стоят еще тут сахар и соль в общем смотрите что я придумала такой вот красивый он да очень симпатичный в принципе серенькие по цветовой гамме он хорошо подходит и по размеру для стола вот сама то здесь у меня стоит солонка стоит сахарница во всяком случае я поставила так как у меня все это мешало ся под руками и как раз цветы очень все компактно очень красиво в принципе и стол оформлен всегда с цветами может быть не обязательно такими другими какими-то и сахарница всегда попала в тон как говорится в белый тон не желтая не серая то есть именно беленькая все четко все красиво стоит я думаю что вот это вот супер решение для стола и в доме она всем приглянулась совсем моим домашним потому что они сказали что это очень удобно и красиво 5 же лайфхак это наверное средство которое убирает различные запахи я думаю что вы с таким средством сталкивались и это не новость для вас это фибрец с различным запахом то есть против сигарет против домашних животных запаха домашних животных и так далее вот так у меня наверное два или три два точно дома их их есть один стоит в кухне потому что я не люблю когда жаришь жаришь паришь может быть готовишь на кухне тут гости должны нагрянуть и у тебя тут все словно в тумане в общем в таком нехорошем и я тогда конечно брызгаю и он действительно нейтрализует запахи очень хорошо и он дает такую свежесть то есть натуральную свежесть и да конечно же все это сразу не убирается прям шутки нету нет а она классно нейтрализует и все-таки дает дому запах такой чистоты и если же все-таки у вас кофточка чем-то может быть пропахлась но вам некогда ее стирать вам надо все-таки освежить ее вот это средство я также брызгаю на кофточку либо куда-то не знаю на какую-то на постель которая залежалась и оно пахнет тогда не залежавшимся а именно этим средством совсем быстро высыхает и совсем другой запах приобретает последний лайфхак я его уже показывала кто постоянно смотрит мои видео во влоге во влоге во влоге я как-то показывала что у меня вот такие вот контейнеры да я не знаю даже контейнеры это ли что такое появились в холодильнике то есть когда я показывал свой холодильник как там именно можно немножко там обустроить все я у кого особенно маленький холодильник я оставлю ссылочку где верху день скину если полочка вот такая небольшая то получается вы задвигаете это все удобно все складывать и вы потом выдвигаете это уже вы вы берете что надо и опять задвигаете во всяком случае у меня небольшое пространство есть и приходится лазить ну в общем приходится рукой лезть туда и это очень очень некомфортно поверьте у нас продукты иногда тоже бывает раз и замарали холодильник приходится все это вынимать вытирать здесь вы вытащили просто если у вас что-то вдруг растеклось но все мы понимаем что всякое может быть то тогда вы просто вытираете всю вот эту вот поверхность и опять в холодильник ставите у меня таких три штуки именно не таких одна такая широкая это самая большая поменьше и высокая длинненькая в которой в которую очень хорошо ставить там кефир сметану что-то такое узенькое йогурты как раз таки то что у меня туда раньше рука не помещалась и теперь все это супер функционирует и удобно и мне и детям потому что что-то всегда забывается там где-то сзади а вот с такими вот штучками ничего теперь сзади где-то там не забывается короче говоря и не забивается холодильник лишним вот такая вот штука вообще супер в помощь ну что ребят вот и все мое видео подошло концу я благодарю вас за просмотр и если вам было это видео полезно то отписывайтесь пишите ставьте пальцы вверх и я вас жду в следующем видео всем пока пока до новых встреч